Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Задамяне и последних новостях. Как выяснилось, к Севке в трансляцию в гостевой постучал тот самый Дима, которого Дюжа Люба Надя, и о котором она очень и очень много и тепло всегда рассказывала, и к которому клинья подбивала. Но, как оказалось, этот Дима тоже далеко не промах и не такой простой парень, коим хочет себя показать. Ну, вы знаете, как он рассказал, что второй раз в жизни вышел в трансляцию в ТТ. Да не просто вышел, а к самому у Севки-то и замахнулся. И вроде рассказывать, что ему это не нужно, но при этом ему по факту это нужно. Ну вот такой, знаете, абсолютно непосредственный какой-то и непостоянный, непоследовательный парень. Ну и начал, конечно же, рассказывать за Надьку, потому что Севка сам задался вопросом и ему его адресовал по поводу того, а что у них общего с Надькой. Ну вот да, если разобраться, молодой абсолютно парень и женщина 65+, какие общие точки соприкосновения. Но, как парень объяснил, он с Надькой созванивается исключительно для советов, интересуется, как то или иное блюдо приготовить. А вот что Надька от него хочет, доподлинно неизвестно. И я так думаю, что все-таки она планировала себе, знаете, такой запасной аэродром, если вдруг с Севкой пойдет что-то не так. И оказывается, что Надька очень непростая. Вот эта возрастная Милфа заглядывается на молодых ребят, потому что парень помоложе даже того же Севки. И плюс-минус сыновья-то ему и годится. И чем дальше в лес, тем больше дров, и все помоложе и помоложе Надька контингента и подбирает. Вот знаете, еще такой неиспорченный, скажем так, молодой и свеженький, в отличие от Задамяна. Севка уже такой больше, знаете, тухлячок и как-то разлагается. А этот еще абсолютно нетронутый. И как рассказал сам парень, Надька, будучи в Киеве, ему названивала, причем неоднократно. И хотела встретиться. И даже Севка угорает и не понимает, а зачем это Надьке по факту нужно. Ну вот, ребята, предположим, сейчас я 40-летняя тетя с плюсом. Вот, а задача с 12- или 13-летним парнем. Ну, так вот, знаете, почти подросток, но еще ребенок. И вот возникнет вопрос, а все ли со мной в порядке? И зачем этот самый парень мне нужен? О чем с ним говорите? То есть, ну, что у нас, у меня, у возрастной тети общего будет с этим ребенком? И вот то же самое летит и к Надьке вопрос. Знаете, выглядит это уже как-то абсолютно и абсолютно, ну, не то, чтобы даже не здорово, а как-то ненормально. И возникает все больше и больше вопросов именно к Надьке. И что с ее психикой и с ее головой на самом деле происходит? Ну, еще хочу затронуть и тему самого этого Дима. Как он сказал, что он мог давным-давно, типа, использовать Надьку и подобраться к Севке. Но ему это не нужно. Но тут, конечно, он воспользовался тем, что Севка заочно его знает, понимаете, и все-таки подобрался. И опять-таки, через кого? Через Надьку. Вот, согласно, какой-то полный бред, который нес этот парень. Дальше мне очень понравилось, как он поверил в себя. И когда Севка задал ему вопрос, где он работает, в каком ресторане, какую выполняет работу, да, какая у него специальность, он сказал, что ответить Севке на эти вопросы может исключительно в личку. Так как он понимает, что вот эти оголтелые разные дурочки побегут к нему на работу. Не хочется сказать, паренек, ты кто вообще? Ты откуда, с какой дырки вылез? Кому ты нафиг впал, чтобы кто-то к тебе бежал, кто-то тебя искал и уж тем более преследовал. Вот представьте, он в ТикТоке без году недели, а уже, понимаете, вот такую звездную болезнь-то и споймал. Ну а что, ребята, не так? Сам Севка задамян его впустил в свой гостевой. И тут я прекрасно понимаю, что и нормальные молодые парни, как правило, с Надькой не будут никак взаимодействовать. Потому что, да, если женщина, молодая девочка, еще бы испытывала какое-то сочувствие и сострадание к Надьке, то, как правило, молодой парень этому, ну, не то чтобы не заморачивается, он на это, в принципе, не обращает внимания, потому что вряд ли до этого додумается и дойдет, в отличие от молодой девочки. Да, ну, понятно, мужские чувства, эмоции и женские. Поэтому и возникает вопрос, а для чего паренек постоянно контактирует с Надькой? И я так больше, чем уверена, что все-таки есть у него вот эти планы, желания и амбиции подобраться к Севке. Потому что, опять-таки, очень старался, рекламировал себя, рассказывал, что он песни поет. Ну, вот, знаете, Севке на больное, так сказать, нажимает. И когда куколки попросили его спеть, он объяснил, что в данный момент к этому не готов. Нужно аппаратуру подсоединить, приготовиться. Но я так понимаю, что надежда умирает последней. И когда-нибудь его пение все услышат. И дальше он даже рассказал, что планирует приехать в Днепр. Никогда он в Днепре не был. И Севка ему сказал, ну да, можешь при этом встретиться с Надей. И вот интересно, просто ли так этот парень хочет приехать в Днепр. Или все-таки у него, знаете, такие вот большие надежды на то, что Севка его продвинет. И он будет тоже хлебать с этой кормушки. И при этом, ребята, опять-таки, понес какой-то бред. Поэтому я понимаю, что люди, только подобные вот этому парню, могут выдержать то, что им рассказывает Надька. И смысловую нагрузку вообще уловить, да, и выдержать именно от недогорки. Как он рассказал, что он не хочет абсолютно никакой публичности, да. И при этом, опять-таки, я повторюсь, он вылез в гостевой со своим лицом. Но публичности он, конечно, не хочет ни разу. Он очень скромный парень. И мало того, ему это абсолютно не надо. Какие-то разборки, какие-то интриги. Сказал одно, перекрутили, рассказали другое. Вот как он на самом деле видит Надьку и задамяна. В сплетнях, цитата, да, автора, он участвовать не готов. То есть он сам прекрасно понимает, что Надька и Севка – это первые сплетники на Ютубе. Умыл Севку так, умыл Севка, вот и прокубатурь, как тебя видят на самом деле молодежь. Даже та молодежь, которой от тебя что-то нужно. И через недогорку к тебе-то и подбирается. Ну и дальше куколки начали возмущаться в комментах, что этот Дмитрий через Надьку клеится к Севке. Севка их поправил, что он клеится самостоятельно. И этот Дима сказал, а при чем здесь Надя? Если бы я хотел, то я давным-давно уже был бы возле Севки. Вот это, ребята, действительно в себя поверил. Конечно, Севка разогнался и всех вас бесплатно вот начал к себе, так сказать, подтягивать и под свое крылышко обогревать и давать вам возможность вылезти. Да, конечно, родной, сильно высокого мнения ты о задомянии. Ну и дальше даже Севка не ожидал такой наглости и отмороженности. Говорит, видите, девочки, по щелчку пальца он бы все смог сам. И мне, кстати, интересно, а зачем тебе вообще Севка? Зачем тебе гостевые? Вот если ты можешь все сам, вот и бери сам и вылазь, прояви себя, заинтересуй зрителя, да, получи свою аудиторию и продвигайся. Но и здесь, опять-таки, когда ты вышел в гостевой, кем ты представился? Ты не вышел как левый человек, ты сразу рассказал, что ты знаком с Надькой и напомнил Севке о себе. Вот такой, ребята, хитро вжаренный, продуманный паренек. Ну и дальше Севка у него поинтересовался, как он видит Аллу Канаду. И Дима не растерялся, зная, что это Севкина подружайка, погнал рассказывать, что очень интересная и прикольная жиночка. Мне вот интересно, что он для себя почерпнул у Алки интересного и что он увидел прикольного. Вот, знаете, молодой парень, смотрящий возрастную женщину, которая несет полную хрень и ахинею, еще этим восторгается, вот это действительно удивительно. Я сразу понимаю, какого поля эта ягода. Ну и дальше, когда Севка поинтересовался, почему же Надька к нему липнет, он так и сказал, а с чего ты взял, что она ко мне липнет? Она ко мне не липнет, потому что с меня взять нечего и денег у меня нет. Вот опять-таки размазал Севку, так размазал. И, кстати, не только его, но и Надьку. Представляете, как он ее видит? Как алчной, корыстной теткой, которая и липнет к Севке только потому, что понимает, что есть что взять. Вот этот молодой парень перспектив для Надьки на будущее никаких еще не открывает. Поэтому к нему она, конечно, и не липнет. И парень в открытую, я не знаю, то ли в силу своей глупости, то ли в силу того, что хотел Севке это донести, но взял вот так вот на гора и выдал. Ну и тут же Севка добавил, что Надьке все моложе и моложе надо. И тут же вот этот Дима, который очень поверил в себя, ну глупый, понимаете, мальчишка, ну просто дурачок, начал рассказывать о том, хай, завидую. Да, вот я глядя на вот этого ребенка, действительно глупого, наивного, какого-то, ну никакого, как по мне, прям очень начала завидовать, какая Надька молодца. И что с ней общаются молодые люди. И вы, девочки, вот прекратите Надьке завидовать и осознайте, что нам с вами так не жить никогда. И опять-таки, да, представьте этого мальчишку, почему, что у них общего с Надькой. Что действительно человек первый раз вышел в батл, его еще аудитория не знает, но он уже рассказывает о том, что дико завидует, потому что он вот такой вот и есть в Надькином окружении. И Надька в любой момент может с ним общаться. И хочется сказать, ну кто ты есть, чему там по факту можно позавидовать. Абсолютно обычный, ничего из себя еще не представляющий парень. Но уже какая звездная болезнь его одолела. Ну и дальше попрощавшись с ним, потому что Севке он сам неинтересен. Он видит, что он глупый, примитивный, ну общих тем никаких, никак себя парень ярко проявить не может. Севке с ним скучно, абсолютно неинтересно. Но попрощавшись, Севка выдал один свой вердикт, что теперь он охотно верит в то, что Надька преследовала Винника. Потому что, как оказалось, не только Севка единым. Вы представляете, ребята, какой на самом деле удар Севки под их. Он-то считал, что Надька любит только его. Надькина жизнь крутится тоже только вокруг Севки. А тут молодой Дарани, который на пятый наступает. И Надька о чем-то с ним постоянно трет. Поэтому Севке пришлось из-за Винника поверить. Вот, Севка, и поверь, что ты по факту Надьке нахрен не нужен. Вот Надькины ключевые слова, вот эта цитата, по поводу того, что если сам о себе не позаботишься, этого не сделает никто. И ты для Надьки всего лишь возможность позаботиться о себе. А ты уж поверил, что вот так тебя дико и дико люблять. И так, Севка, я сказал, недогарская профура страшна и там, и там. Да, Севка, и вашим, и нашим. И за три рубля спляшем. Это действительно Надьке. Было бы ей кем тебя заменить, и кто бы вот так же на нее линял. Надька давным-давно бы это сделала. Ты не задумывался, почему на всем твоим друзьям, которые маломайски зажиточны, вот так вот мягко стели, только жестко спать. На случай того, что если ты вдруг кышнишь пинком под зад, чтобы Надьке было, к какому лагерю прибиться. И ей абсолютно все равно, кто это будет. Надька вот тоже Эдика грязью поливала. А потом, как выяснилось, сама ему звонила и за душевные разговоры разговаривала. Вот и задумайся, кто же вот эта профура на самом деле. И нафиг, да, ничего Надьке не нужно, кроме твоих бабок. Ну и дальше Севка так и подчеркнул, в надежде, что этот парень слышит, Дима, да, вот этот момент, что ко мне его тулить не нужно. Мне он абсолютно, да, неинтересен. Пусть к Надьке тулится. Но, Севка, не скажи. Надька тоже очень хитрая, продуманная бабеха. Уж не просто так. Столько лет она перед тобой присмыкалась. И по факту сумела отодвинуть всех. И я не удивлюсь, если ради своих каких-то интересов вот этого Диму она к тебе-то и протулит. В надежде на то, что ты поможешь ему подняться, заработать денег, а потом, если ты ее кышнешь, Надька переберется к нему. Так сказать, чтобы он помнил, да, былые ее заслуги и достижения. И благодаря кому он начнет кушать, например, хлеб с красной икоркой. Поэтому, опять-таки, очень ты ее недооцениваешь. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!